С самого малого детства Ромка Шустав, он страдал плохим зрением, но не видел он почти ничего. Заметили это только в первом классе, Косоглазова. Ромка сидел на последней парте и через месяц обучения пожаловался родителям, что он не видит, что там на доске пишет мелом учительница. И Ромку отвели к офтальмологу. Тот глянул и как приговор прочитал. Минус три. А это плохо дело, да в таком-то возрасте. Минус три. Минус три. Минус пять. А к девятому — до минус семь. А к выпускному вообще — до минус восемь. И вот в восемнадцать лет, когда всех друзей забрали в армию, а Ромку не забрали никуда. Когда все друзья завистливо хлопали его по плечу и завистливо напутствовали, мол, ну ты давай тут за всех нас, всех тут подряд. Угу. Сделаешь. И вот только сейчас Ромка впервые в жизни он почувствовал, что его слабое зрение как-то влияет на его жизнь. В институт Ромка экзамен издал, но пройти не смог по конкурсу. Мало было баллов. Минус семь. И вот когда пришел конец августа, Ромка, перечитавший за последние годы всего Джека Лондона, он вступил в местный охот-союз. И получил сразу же аж два охот-билета. Весь август исправно посещал занятия в местной полиции по правилам обращения с охотничьим ружьем. Оружием. После чего в начале сентября он получил разрешение. Сие. И на родительские деньги он приобрел себе прекрасный бокфлинт. Это вертикально спаренные стволы, кто не знал. Бокфлинт. ТОЗ-34. Вот она и есть. ТОЗовка. Тульский оружейный завод. Правильно, Чине? ТОЗовка. Всю осень Ромка проохотился на уток и куропаток. О, дорвався, ты бачишь? Охотился он, правда, плохо. Больше он просто бродил по тундре. Зато впечатлений набралась целая масса. Сюжетов для конкурсного рассказа. От Тобе и Ауди книги. О, цель на библиотека, как у нас, в плейлисте под видео. Шукай, шукай там. Найдешь свои золото-бриллианты. Каждый найдешь. Пошушукать только надо. Пошукать. И вот так вот подошла зима. Как всегда, внезапно в Заполярье, быстро и неотвратимо. Не ждали. А она вернулась. День уменьшился к декабрю до полутора часов. Остальные двадцать два с половиной часа в тундре стояла ночь. Темная. Работы Ромка себе так и не нашел. Со своими двума глазами. Он бездельничал под присмотром родителей. А, на шее висишь. Но на охоту он зато ходил чуть ли не каждый день. С охоты приходил усталый. И на вопрос родителей, что убил, а не кого, он отвечал коротко и уверенно. Ноги. Ноги. Как вармушель. Поубивалися. Ну, правда, че не? Ну, правда, куропатки ему тоже встречались. И тоже нередко были на столе семьи. Вместе с этими ногами. У них же тоже есть ноги. Че не? Че у них лапы только. А у нас ноги. Кто скажет? Правда, че не? А я скажу, шо у них тоже ноги. И вот однажды Ромка в магазине Охот Союза увидел небольшие капканы. И он поинтересовался у продавца. А что это такое? А самое главное, для кого? Для песца, ответила та безразлично. Песец? Вот песец настал, Минитута. И у Ромки все. Песец. Загорелись у него глаза. Песца он видел в тундре однажды. Совсем даже недавно. И увидел так близко, что даже опешил. И он присел отдохнуть в ложбине, где была вереница высоких кустов, в которых обычно кормились куропатки, те самые, с ногами. И здесь, с краем глаза, заметил какую-то движущуюся фигурку. В начале он подумал, собака, что ли? Песец. Песец просто пробежал мимо. Как у себя дома. По его же лыжне пробежал. И только один раз глянув на человека безразличными этими глазами. Что, сразу охотника не признал, что ли? Да, Ромка уже слишком поздно стал палить из обоих стволов по зверю. Но зверь ушел. Все, такой охотник. Ушел ровно, спокойно, как той водмедь. Но только лишь чуть-чуть скорости прибавил. Ты понял, че не? Вот такие охотники. И Ромка приобрел таки капкан. А будешь, песец? Песец тебе, песец. И на следующий день он поставил его там, где увидел песца. И даже не поискав в этот раз куропаток по кустам, он ушел домой. Все. Дожигаться. Ждал Ромка своего зверя всего один день. Точнее, ночь. Бессонную. А следующим утром, еще затемно, он вышел в тундру. Все. Берри, шукай. Добычу. И вот к двадцатым числам декабря светает за полярным кругом в десять. Темнеет в двенадцать тридцать. Сам день, собственно, определяется как сорок минут. Угу. Привыкните. День стоял тихий. Облачный. Небо и заснеженная тундра сливались у горизонта в один белый сплошной туман. Ромка вышел за город. Прошел с пару часов в открытую тундру, в балку с кустами и, мельком просмотрев, не кормятся ли здесь куропатки те с ногами, и вышел к месту, где поставил капкан. Капкан стоял на месте, а вокруг было чисто. Ни один зверь, ни то что не попался в его зверское орудие лова, а он так надеялся. Но он даже не прошел, даже близко не подошел. За что гроши заплатил? — Эх, что ты будешь делать, а? И Ромка он аккуратно проверил мелкую цепочку, за которой капкан был привязан к метровому штырю, вбитому в снег. Убрал зачем-то кусочки сырого мяса оленины, что положил сюда вчера для приманки. Хочешь бы и сам ешь. И достал нового мяса. И разбросал вокруг. Но в круги своя. В гости заходите. Он хотел уйти, но внезапно в голову пришло, а если капкан под снегом сам сработал и захлопнулся, и сейчас находится в неактивном состоянии, тогда что? Ромка понимал, что сам капкан вряд ли может сработать. А вдруг? Чего, спрашивается, ждать зверя, когда орудие лова не работает? Чего, спрашивается? И осторожно разворошив снег сбоку, он вытащил капкан наружу. Кусочек мяса лежал на железном пятачке. И примерз к нему намертво. За три с лишним часа, часа ходьбы, Ромка изрядно пропотел в своей теплой брезентовой куртке. Очки сегодня он в спешке не сменил. И вышел в тундру в домашних, а были легкие. Держались на носу плохо. Что называется, скользили постоянно вниз. Вот так и очки. Очки. И он регулярно поправлял их. Чтоб не наползали на свои очи. Пододвигал пальцем в мост на переносице. На мосте там и сидите. И не дрыгайтесь. Но через минуту очки все равно упрямо сползали с того моста. Осмотрев капкан, он вытащил нож. Решил проверить, не подмерзли там это, сие устройства. Мало ли. Но мало ли чего. Подмерзнет еще там все. И не сработает. И что ты будешь делать? И Ромка ножом ткнул в ту приманку. И капкан мгновенно хлопнул своими челюстями и зажал нож мертвой хваткой. А будешь меня проверять? И Ромка с трудом, но расправил его обратно. И положил еще один кусочек мяса на этот самый пятачок. — Заходите. И как-то очень бережно положил капкан в углубление в снегу. Легко рукой стал просыпать свою ловушку снегом. И в голове вдруг промелькнуло. А устройство-то? Зверское? Ага. Мучиться ведь зверь будет. Метаться? Видел, как нож бабахнуло. Едва эта мысль посетила впервые его голову, как оправа очков вновь скользнула вниз по носу. И Ромка не успел ее поправить. И очки мах и слетели с лица. Полетели, перевернулись за ушниками вниз и упали ровно на самый этот пятачок капкана. И все, захлопнулось. Ловушка быстро сработала. Хватка и четко. И челюсти с металлическим лязгом как щелкнули. И во все стороны полетели брызги стекла. Первые мгновения, когда вместо окружающего пространства появился белый белесый туман, когда вместо того же капкана на снегу мутно затемнело какое-то пятнышко, ромка ничего не понимал. Что это? И после поднял голову, глянул по сторонам, и молоко. Он ничего не увидел. Точнее, он увидел. Увидел тот же самый туман вокруг. Все, ты ежик в тумане. Словил песца белого? Наглядайся. Даже кустов, что находились вот здесь вот, ну вот же ж были, рядом, метрах в трехстах, ну вот здесь вот же ж были. Их нет. Ни здесь, ни там. Нигде нету. А ты сам единственный кустик. Вот так вот в один миг Ромка остался слепым. Слепая ты. Тетеря. И он привычно полез рукой на пояс к сотовому телефону. Ага. А нету на поясе сотового телефона. Нету. Дома кто оставил? А? Потому как батарейка у тебя села ночью, да? А заряжать, как обычно, времени не было? М? Охота ждет. Ну, он решил, что и так обойдется. Ага. И так сойдет. Да? И шо? Обошлось? Обошлося? Чинь. Ага. Да и потом он никогда еще не проверял, берет ли здесь вообще сотовый. ловит ли он? И сколько вообще там бубочек? Ага. Ага. Здесь очень глубокая низина. Ага. 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 «Молися и жеиси!» И он тупо, бессмысленно, невидяще смотрел в снег, в одну единственную точку. Мысли вообще отсутствовали. Он впервые за свою очень короткую молодую жизнь не знал, что же сейчас ему делать. — Дома этих очков у него, а прав в пять или шесть там в запасе валяются. — Дома. Ключевое слово. Дома. В бардачке. Дома. — А здесь-то что ему делать? Они же здесь ему нужны. И Ромка поднялся на ноги, достал из рюкзака за спиной термос с чаем, выпил пару глотков и спрятал обратно. На Энзе. — Неизвестно, что там. Дали Буде. И он поправил ружье на плече и глянулся вокруг. — Молоко. Туман молочный. Белая взвесь. Кто взболтал все это? И он зажмурил глаза и открыл. — И ничего. — Но вот зачем жмурился? Глупость ты какая. Что делать? И он вновь оглянулся вокруг, а вокруг только пустота. И тишина в тундре вдруг стала какая-то неземная, словно вымерло все здесь рядом. Ни ветерка, ни куропачьего треска, ни клёкота конюка тебе сверху. Ничего нет. — Домой пойдём, — сказал он себе так, словно приказал кому-нибудь другому. Кому-то другому, который уже так испугался, что даже двинуться с места сил нет. — А это не ты, миленький. И снег заскрипел под лыжами уверенно, как всегда. — На ощупь идём. По приборам едем. Снег так и скрипел под лыжами, как ободряя. — Вроде не всё так плохо. — Идти можешь. — Значит, дойдёшь. — Так, стоп. Капкан стоял здесь, за спиною. А я пришёл оттуда. Перед этим местом пересёк длинную верницу кустов в распадке. А там летом течёт бурный ручей. Тальник высокий растёт. До самой весны его не заметает. И он дойдёт до этого тальника. И тогда надо будет идти ровно вверх по тундровому подъёму. А когда он выйдет на него, то вполне возможно увидит впереди тёмную дымку от города. Вполне возможно. Но имеешь ли ты глаза? Чине? От городских трупов по всему горизонту тянется тёмная полоса дыма. И он на это надеялся. Он шёл, словно был в какой-то пустоте. Словно и не шёл вовсе, а двигал ногами на одном месте. На одиннадцатом идём. А тундра под ним крутилась во все стороны. И конца, и края не было, и быть не могло. Север крайний. Он бескрайний. Северный флот. Ха-ха. Полный вперот. И вот через какой-то час Ромка понял, что он идёт не в ту сторону. Что он идёт не домой, а неизвестно куда бредёт. Вереницы кустов не появилось. Нету кустов. Тундрового подъёма не было. Он шёл по ровной местности. Куда-то совсем в другую сторону от города. И вот так прошло ещё с полчаса. И Ромка заметил, что вокруг начинает очень уверенно уже смеркаться. День уходил. Снег меркнул. Он темнел. Вначале стал отдавать лёгкой синевой. А потом начал сереть весь. Молоко. Дымка. И Ромка чисто инстинктивно он ускорил свой ход. Ноги его суетливо побежали вперёд. Словно хотели догнать этот световой день. Ага. Да ойнишь. Через полчаса небо и снег полностью исчезли. Прям совсем исчезли. На тундру опустилась ночь. Где-то за тяжёлыми тучами явно шла луна. Полная яркая луна. И это Ромка понял сразу, потому как даже при самой сильной облачности зимой в тундре полной темноты ведь не бывает. Хоть какой свет, но он пробивается сквозь эту плену мрака. А снег, он такой, он как глаза кошки. От него даже свет далёких звёзд отражается. Ага. Всё отражается. Як в том зеркале. Шо, не бачиш? Чи шо? И Ромка поднёс руку с часами вплотную к глазам. И чё это там разглядел? Чё это? Четырнадцать часов дня. Ночь. Тёмная ночь. Тихо. Ни ветра тебе, ни свиста, ни крика, ни голоса, ничего. Мертвецки мёртва. И мертвый с косом и стоять. Как перед глазами ничего, так и вокруг ничего абсолютно нету. Что же ему делать? Идти ночью? Точнее, не ночью, а в ночи. В темноте полной. А куда? По приборам еды. И Ромка остановился. Он прям сел на снег, как на ту тумбочку. Снял рюкзак, открыл его и стал смотреть, что там есть. И что могло сейчас хоть как-то ему пригодиться. Ага. Там есть таблетки с кофеином. Говорят, они очень даже могут выручить, если совсем усталость одолевает. Это как кофе выпить. Ага. Будет у бы и кофе, и шампански. Ага. И Ромка снял ружье. Переломил стволы и достал патроны с мелкой дробью на куропатку. Зарядил картечью. А стрелять в кого будешь? В волков? В волков? Идиотизм. Они зарежут тебя раньше, нежели ты успеешь руку поднять. Но здесь волки не ходят. Здесь место пустынное. А им же есть надо. Питаться. Здесь им зимой есть нечего. Так что здесь нет волков. Ромка. Этот липкий страх под мышками. Везде он липкий. Он сковал немного все сознание. На замочек посадил. И Ромка поднялся на ноги. Мол, все. Надо идти. Дальше. Вперед. Далеко-далеко. И он все же снял курки ружья с предохранителя. Повесил его на плечо стволами вниз. Поправил за спиной рюкзак. Вытащил фляжку с коньяком. Открыл твердой рукой. И отпил несколько глотков. Грамм сто. И поморщился, а? По пятьдесят, да? И громко сказал. Эх, вкусно. Вперед. И он пошел вперед. Северный флот. Поплыл корабель. Но только, может, не вперед, а вообще назад поплыл. Задним ходом. Но он действительно этого не знал. Куда он вообще идет? Где эти стрелки? Направление. И если начнется тундровый подъем, значит, он идет правильно. Ну, он так думал. Перед городом обязательно должен быть подъем. А потом долгая двухчасовая дорога вниз. М? Чудеса на виражах. Вверх, а потом вниз. Это и дома. А перед подъемом кусты. Длинная вереница. Метров на пятьсот там. Кустиков этих. Но ни кустов, ни подъема не было. И Ромка снял лыжи. Проблил ногами ямку под ноги и сел на эти лыжи. Достал из рюкзака сухой спирт. Э-э-э. По спиртяку, значит. Пыть будем. Жувач? Спирт? Как обычно, он взял его много. Полсотни таблеток. Настоящий выживальщик. Диванный. Ага. На шо-то бестико, а? На всякий случай. Ну а чего? Спирт груз легкий. А в случае чего, греет очень даже неплохо. Оправдывался Ромка. Не раз он уже мог убедиться, что одна таблетка, она действительно, она вполне может спасти обмороженные руки. Ага. Он же ж видео в разных насмотрелся. Выживание. В тайге. Причем греть руки можно было прямо на ходу. О-о-о. Прям так? Даже без ветра? Шо-то ты там насмотрелся такого, а? Покажи ну мне. Бушкрафтер ты, а? Чаяк она там называется. Выживальщик. Я хочу очень на это посмотреть. Как ты включишь свой спирт и идти будешь? А вот так. Поджигаешь таблетку спирта? Кладешь ее на поддон небольшой алюминиевой печечки. В виде крошечной буржуйки сделано. С алюминиевым стаканом внутри для кипячения пол-литра чая. И прямо вот так с печечкой и идешь. В руках ее держа. А вот ты какой хитрый. И что, прям никакой ветер, ничего? Ну, так пышуть. А-а-а. Нач, я кнышка пыше. Ага. И пошла практика. Сейчас Ромка поставил эту печечку на снег. В стакан снега засыпал. Пару таблеток поджег. И стал смотреть на огонек с дырочками в лотке печки. Каждое движение Ромке отдавалось какими-то посторонними звуками извне. И Ромка то и дело оборачивался. Он щурился изо всех сил. Но ничего не видел. Но чай согрелся быстро. И он заварил покрепче, решив, что лучше ему не спать. Чифирчик будет. А просто будет сидеть и ждать рассвета. А-а-а. Ожидай. Ну, глупо, конечно, было не взять с собой сотовый телефон. Это очень глупо. Хоть зарядить полчаса. Да и выключить. А включить, когда уже и в самом деле понадобится. Ну, хоть полчасика. Ну, зарядил бы ты, а. Эх ты. Впрочем, Ромка здесь серьезно задумался. А стал бы он сейчас, к примеру, звонить вообще-то? М? Нет. Звонить ни в какой МЧС он бы все равно не стал. Нет. Может, это и глупо звучит. Но стыдно как-то. И уж тем более не по-мужски. Тоже мне охотник. В свое время Ромка очень многое прочел из того же Джека Лондона. О белом безмолвии. Читалось всегда хорошо. Под торшером, да. В уютном кресле. Чай на диванчике. Со стаканчиком горячего чая рядом. Да-да-да. Вот с тем самым. С молоком. И переживалось за героев, да. Представлялось, как бы он там. Вот как бы он там сейчас. А я бы как в таких-то условиях. Ну и вот и сейчас и вот это вот как бы, да кабы. Реальные условия. Нравлится. Ну да, есть у Джека Лондона такой рассказ. Когда человек выходит один в маршрут. Один в лесу. Один единственный. Одиночный поход. Минус шестьдесят по Фаренгейту. А по Цельсию это где-то пятьдесят два. Минус. Холодно ж. И человек это промочил ноги в ловушке у ручья. Хотел костер разжечь. Да не смог. Вот так и замерз там, бедолага. Так что мораль такова сей басни. Не ходи в маршрут в одиночку. И в Африку не ходи. А вот друг бы. Друг бы разжег бы ему костер. И человек остался жив. Напарник. Конечно, с его положением сейчас такой случай сравнивать очень глупо. Но все же был бы рядом друг. Он бы просто вывел его из тундры. Друг. Вдруг. Он бы вывел его из темноты. Из этой слепоты. М-да. Но друга не было. Вода закипела очень даже быстро. И прямо в колбу Ромка бросил аж два пакетика чая. С сахару несколько ложек. Ух. Энергия. И достал колбу. И держа ее в перчатках, обжигаясь, он стал пить. Холодно не было. Но Ромка знал по опыту своему небольшому, что человек после ходьбы, он остывает очень быстро. Оглянуться даже не успеешь. Полчаса посидишь на снегу и все. Замерз. Замерз статуя. Замерз статуя. Нету глаз. Поэтому лишнее тепло, оно лишним не будет. Заливайся. И через час его пробрал первый озноб. И не помог термос. Ну, на какое-то время, может, и помог. И Ромка поднялся на ноги. Беспомощно в который раз оглянулся в темноте. Надел лыжи. И пошел. Правда, он сейчас не знал, где этот вперед. Но на всякий случай пошел не в ту сторону, в которую шел до сих пор. Он сменил направление. Он пошел в совершенно другую. Может, так выйдет на подъем перед городом? Он очень на это надеялся. Ему только лишь бы оказаться наверху. Лишь бы выйти из этой балки. Освещенный огнями город, он все равно увидит, даже своими белесыми глазами. Он увидит просто свет. И страх ударил еще раз. И ударил вновь больно. И Ромка опять, чисто теоретически, ускорил свой шаг. Шевели булками. Он бодро двинулся в обратном направлении, совершенно не предполагая, что два часа назад ушел от города на несколько километров назад. А теперь идет просто вдоль. Идет просто параллельно подъему и городу за ним. Куда-то вглубь тундры идет. В то самое белое безмолвие. Где человеку в одиночку очень часто с природой просто не справится. Силенок не хватит. Сколько шел, Ромка уже не считал. Он просто шел в темноте ночи, переставлял лыжи. Вначале он считал шаги, а потом вовсе перестал. Потом стал смотреть перед собой, в надежде хоть что-то увидеть обнадеживающее. — Черноты ночи в тундре не бывает, — шептал он себе. — Снег он все отражает. И вот, часам к семи вечера, Ромка стал уставать. Ноги слегка подрагивали. Дыхание хоть и было ровным, но клубы пара вырывались наружу из-под куртки, оседали инеем на ресницах на бровях. Мороз был небольшим, градусов до двадцати. — М-м-м, потеплело. — Ветра почти не было. — Действительно. — М-м, то-то бы еще повезло. — Выживальщик ты. И вот в девять вечера он упал на снег и лежал минут десять, не двигаясь, стараясь контролировать себя, чтобы не подмерзнуть на снегу. — А ты звездочкой лежи. — И подрыгайся. — Можь, хоть трошки согрейся. Потом он вновь сел на лыжи. Достал рюкзака тормозок, съел его в один присест. — Что, весь? — Или за один укус даже? — На один зубок, а? И выпил ровно глоток коньяка. И отломив от шоколадной плитки ровно половину, он закусил. — М-м-м, вкусненько. Шоколад ему всегда давала с собой мать, говоря, что самый лучший калорий в тундре просто не найти. — Смешно, да? — Это всегда оказалось ему смешным. Сладкое, да на охоту. Но после шоколада он и в самом деле почувствовал себя лучше и бодрее. — Бодрачком? — Ну, конечно, извилины. Мозги твои лучше работать будут. Это как минимум. — Что, не помнишь? Экзамены сдавать. Всегда шоколад. Чоколаду съешь. Лучше мозги работать. Извиливаться будут. Извилины. — А тебе сейчас, ой, как думать надо. Мозгам пища. — Рызи, камни, науки. Рызи, чоколад. И вот в одиннадцать часов ночи он свалился на снег и лежал так долго, недвижимо, пока тело не стал пробирать, а зноб. И тогда он встал, посмотрел невидящим взором перед собой, посмотрел слепыми глазами перед собой, потом в небо. Вокруг, назад, навкруи и по сторонам. И внезапно резко повернулся вправо. И пошел совсем в другом направлении. — Направо. — Ужасно хотелось пить. Очень сильно хотелось пить. Но пить было нельзя. Горячего не было. От коньяка начиналось уже это легкое похмелье. — А похмелье сейчас совсем ни к чему. — Ну, хорошо же ж, делается. А выпей еще по пятьдесят. И вот к полуночи стало казаться, что кто-то идет рядом с ним. И постоянно что-то ему советует. — Чуешь ты, че не? И советует тихо, словно шепчешь что. Шип-шип-шип-шип. Шипшина. Мол, ты не туда идешь. Не туды, чуешь? А ну иди. А ну обратно иди. — Вон там город, вон там. Бачишь ты не? Че не дурья ты башка? Иди туда, куда я кажу. И Ромка даже пару раз оборачивался. Но он никого не видел. От неизвестности какой-то неведомой ситуации у него запульсировало в голове. М? Моча стукнула? И этот голос стал настойчивее. Ему даже показалось, что он кого-то увидел рядом. Вот здесь вот, справа. Ага. И Ромка резко повернулся. Но никого не увидел. И тогда он громко сказал в пустоту ночи. — Да хорошо, хорошо. Я пойду туда. И он постоял и посмотрел туда. Оттуда-ва. А потом резко сбросил рюкзак, достал фляжку с коньячком, потряс перед ухом. Там плескалось еще хорошо. А значит, еще много. — Больше половины, значит. — А? — По пятьдесят. Выпей. И он отпил хорошую порцию. И голова сразу просветлела. Ага. Сознание укрепилось. И он сам себе сказал. — Та, глюки какие. Держись. Ты сильнее, слышишь? И голос этот действительно пропал. Чую. Чую. Отойду. Ненадолго. И вот в два часа ночи Ромка упал. Упал и даже не двинулся. Все. Лыжи откинул. Даже рюкзак стащить в себя и достать фляжку уже сил не было. А по пятьдесят. Осталось у тебя еще там в баночке. Немного. И так он и пролежал звездочкой неизвестно сколько. Замерз. Задубел. Ага. Глаза закрывались. Он смотрел перед собой на рука в куртке и видел, что снег стал припорашивать. Обшлаг. И Ромка дернулся с силы вверх и сел на колени. А вокруг пусто. Вокруг темно. И он встряхнулся, посмотрел на часы, достал фляжку и сделал глоток. А пить нельзя же. В таких ситуациях пить нельзя. Он знал это. Он читал. Он видел. Ему говорили. «Но он же пьет. Он только поддерживает себя этим. Мне же хорошо после этого. Мне легче. И Ромка не заметил, как уснул, сидя на коленях. Уснул и повалился лицом в снег. Просто легкое похмелье спровоцировало слабость». «Отдыхай». И так хорошо-хорошо стало. Провалился в теплую пучину. И вот Ромка очнулся. Он поднялся, постоял, пошатался и глянул на часы. Он спал восемь минут. А это очень много. А зачем он поставил этот капкан? Зачем ему вообще этот капкан сдался? Он что, траппер? Добытчик пушнин, что ли? Сериалов насмотрелся. Он же на охоту ходит не для пропитания, а для удовольствия. Удовольствие убивать птиц и зверей. Правильно? Хорошо, хоть никакого зверя еще не убил. Не прибил той колымагой. Только куропаток стрелял, да и уток осенью. А че ж оно не везет так все, как прокляли, а? И то, как убьет, так и жалко ему сразу. Ну да, сразу же прям жалко. Ну да, и я их жалею всех. Тогда почему меня тут кругами крутит? Ну да, птичку жалко. А сказать кому-то вообще засмеют. — Жалко тебе. Жалко оно, знаешь, где? — Где? — У пчелки под хвостиком. — Вот оно тебя и вкололо. Жалко. Будешь? В чине. — Эх, ты эти... Голоса. Ну зачем? Зачем он поставил этот капкан чертовый? — Получается, поставил капкан на самого себя. М? Заклинило два глаза? — Ты сам себе поставил этот капкан. Так что не рой яму другому, даже зверю. Оно все потом отыграется. Карма. Ага. Сколько бы мучился тот же писец, пока бы ты сидел в этом капкане. Так же вот бы мучился. Изворачивался. Кусал бы то железо. Но уйти так и не смог бы. Замерз. Он сейчас тоже кусает сам себя. Кусаешь, да. Изворачиваешься. А уйти из тундры не можешь. Что? Тундра держит? А? Кака собака? Тогда зачем? Зачем ты поставил тот чертовый капкан? На кой черт он тебе сдался? В себе ты поставил капкан, — сказал кто-то рядом громко и отчетливо. В себе ты поставил. За свои собственные гроши. И Ромка вздрогнул. Он остановился. Он это слышал? И развернулся вокруг слепо и глупо. Ружье даже стащил в момент. Стволы заходили по сторонам так же слепо и глупо. — А, а ты меня не увидишь, нет? А меня нету здесь. Меня нету. Вокруг было действительно пусто. Темно и холодно. И Ромка стянул с себя рюкзак. Ну и дела. И достал еще фляжку. И отпил пару глотков. Доел весь этот горький шоколад. — Наедайся. — Закусывай. И он постоял, тупо смотря себе под ноги. И не видя даже своих лыж. А видя только лишь расплывчатые две доски светло-желтого цвета, которые в ночи на бело-черном снегу виделись как одно мутное серое пятнышко. — Пятно, я б сказал бы. Пятно. А к утру мороз стал только усиливаться. И не на ресницах просто стал мохнатым уже. — А? Мохнатый шмель. А будешь? И Ромка определил температуру в минус тридцать. — Угу. Но он ошибался. Воздух уже индивел в минус тридцать восемь. Очень простая климатическая арифметика. Днем двадцать, а ночью целых сорок. Множь на два. Ага. — Я дойду до города, — сказал он вслух громко и отчетливо, даже удивившись, что сил для этого вполне ему достаточно говорить. Легко говорить. Ауди книга. — А я дойду до города. Я дойду в любом случае. Кровь из носа, но я дойду. — Надо только вот разобраться, куда мне идти. — Стоп. И Ромка остановился. От неожиданности для себя чуть не упал лицом вниз. — Ага. — До горы дрыгом. Но он удержался. Покачался немного и устоял. — Стоп. — Повторил он, чувствуя, что стоять еще труднее, чем даже идти. Ноги стали тут же предательски дрожать. В коленках как-то неуправляемо все подъебалось. — А-а-а. — Вармушелина, да? — А-а-а. — Где бы я ни находился, — проговорил он громко, громко для себя, — в любом случае, в одной стороне у меня город, а в другой стороне — на восток. — На восток у меня шахта. — Шахта. Место небольшое. — Но... — Но там ведь есть железная дорога. — Моз как игла пронзила. — Вот тебе черный шоколад. — Я ж говорил тебе, шоколад ты поешь? — Подумай. — Покумякай своими тыковками. — И он действительно совсем забыл, что на шахту идет железная дорога. — Идите колотить. — И дорога эта пересекает очень большую площадь тундры. — Даже очень большую. — Потому получается, если он, значит, он идет до сих пор просто параллельно... — Параллельно и городу, и шахте с этой железной дорогой. — Получается. — Ну, получается так. — Глупо как. — Ты глупый. — И Ромка вновь повернулся. — Ровно на девяностых градусов. — Лево. — Кругом. — Ага. — Лыжи переставил под прямым углом, и, глянув вперед, да ничего не углядев, он пошел. Северный флот. — Вперед. — Он шел и шел, и никого рядом с собой не видел. Никого не слухов. — А никого и не было. — А я молчу. — Это Ромка расценил как некоторое выздоровление даже. — От чего? — От страху. — Ну вот зачем ты купил этот капкан, Рома, а? — Зачем? — На свою голову. — Сам себя спрашивал тот. — Нет. — Не так. — Что это ты заладил? — Купил, да купил. — Что это ты решил, что можешь издеваться над животными, ловя и ловя их всех на твой капкан? — Кто тебе такое вообще право дал? — Кто тебе разрешил, а? — Ты — высокоорганизованная материя. — Высшее существо, что ли? — Тебе решать, что ли, а? — Захотелось острых ощущений за счет страданий животного, да? — А вот тебе и по делам. — М? — По делам. — Слепой ты. — Ромка даже шаг сбавил от неожиданности такой-то мысли. — А что, если это все? — Что, если это наказание ему за этот поступок? — Проступок перед Богом. — М? — И он даже перекрестился. — Он же сам говорил, что в церковь ходил, что не материалист. — Значит, значит, Господь ему и наказание дает. — Во веки веков, значит. — Или как там? Он задрал глупую мордашку кверху и громко крикнул, прям в тучи. — Я все понял! Я все понял, слышишь? — Отпусти! Отпустите меня! — Домой отпустите! Я все понял! И неизвестно каким образом, но Ромка услышал каждое свое слово, крикнутое в небо. Прям каждое! А потом он криво усмехнулся, погрозил туда же пальцем и сказал. — А-а-а! Я понял! Я не сдамся! Нет! Никогда я не сдамся! Не дождетесь! Иногда он поднимал голову и слепо всматривался вдаль. Глупо так, как щенок слепой. Больше на запах даже ориентируясь. — А-а-а! А песец? — Песец тебе! Нюхай! — Точно! Как тут песец? — Ищу дорогу. И вдруг ему показалось, что стало вокруг как-то будто как-то бы светлее, что ли? — Посветлело, что ли? — Просветление? — Есть свет в конце тоннеля! — Чине! — И Ромка обрадованно потянул руку глазам. — Шесть утра! — Шесть! — Шесть! — Шесть! — До рассвета еще три часа! И он сплюнул, сказал что-то матерно, а потом вновь сказал матерно, и потом еще трехэтажно матерно, а потом еще и еще. Вот так шел и матерился себе под нос. Зубы повыпадывают! Зубы росты не будут! Не матюкайся! Он вспоминал, что у него осталось там в рюкзаке из еще такого съестного. А осталось немного. Может, бутерброд еще? Может, завалялось? — А разве ты его не съел, ты, чудесный? — Да нет. А может, посмотреть? — Ну, посмотреть — это же остановиться. Это надо снять рюкзак, надо его расшнуровать еще, залезь с него рукой, там пошуршукать. И так и не найдешь его еще там, и тогда все. Все твои силы, усилия, вся твоя энергия множишься на ноль, чудесный. — Нет. Нет у меня сил останавливаться. Нет у меня сил снимать рюкзак. Вот и все. Полный вперед! Вот именно так ему на роду написано закончить жизнь. Сдохни в тундре! Куда ты и ходил, чтобы закалить себя, чтобы стать сильным, чтобы доказать себя, да? Да и всем окружающим что-то доказать. Что ты можешь? А вот что ты можешь? — Зверям капканы ставить? — Издеваться? — Стрелять в них? — Угу. — Урод! — А здесь его вдруг охватил истерический смех. Смех был ни о чем, ни про что, ни за что смеялся. Просто смех. — А ты чего рыгочишь? Сина хочешь? — А он вспомнил, как уроды-генералы, выходя на охоту на кабана в лесу, берут с собой. Профессионального снайпера ведь берут. Чтобы тот случай чего застрелил кабана, когда генерал-урод промахнется. И зверь вдруг бросится на него. А он тут как тут. Снайпер. — Угу. — Професси. — Анал. — Вот же уроды. А еще с вертолетов, да, пуляют. — Ух и уроды. Прям сверху за ним летят. — Там все им видно сверху-то. Куда, что. — По-любому догонят. — Эх, уроды. — А еще… Еще эти… И сразу же выбросила ему память телевизионную картинку. — А ты, клиповое мышление. — Ну, эти, которые в Африке охотятся на львов и буйволов. Как оно? — Наши новенькие уроды, штопные. Из новоришних миллионеров-олигархов, а? — А они тоже с прикрытием. А потом хвастаются здесь. Я вот застрелил в Африке. — Ух ты, господи. И он скинул лицо в небо. — Господи! А их почему ты не учишь? — Их тоже научи. — Их почему-то. Они же уроды еще больше. Побольше меня будут. — Почему сразу я? И он шел и шел, уже не зная, зачем он вообще идет дальше. Не все ли равно, где, а в какой точке этого бескрайнего снега сдохнут тебе здесь. — И все. И будет сопочка. — Холмик. — Твой личный. — И все. — Конец жизни. — Жизня на уманя. Все. Приехали. — А ты выпай, выпай еще. — На кентя жизни. — Но нет. Он шел и шел. А потом он вновь посмотрел на небо. И уже говорил тихо. — Я капканы ставить больше не буду. — Я даже убивать больше не буду. — Никого. Даже тех куропаток с ногами. — А в тундру ходить буду. — Буду. — Это я буду. — Точно буду. — Нет, я просто буду ходить. Просто ходить и смотреть. — Ведь интересно. — Не возьмешь? — Родителям-то за что все это? — Вновь сдавалось сознание. — Вот родителям. Со что? — Им еще хуже, чем мне. — Мне-то что? — Ну, сдох, да и сдох ты тут. — Как сдох? — Говорят, когда человек замерзает на снегу и его зимой не находит, то песцы… — Да, эти самые. — То песцы обязательно обгрызут ему все лицо. — И никто не узнает. — Ой-ё! — Хоть кричи и тута. — Никто не услышит. — Так вот, когда человек замерзает зимой и его не находят сразу же, а находят весной или летом, ландыши… — Человек лежит на высоком снежном грибе. — Подснежники. — Потому что под человеком снег не тает почти. — Там вот и твой и есть холмик. — Угу. — Потому что вокруг тает, а под ним не тает. — Ну, вот и получается статуя. — Хм, нету глаз. — Я тебе что говорю? — В открытой тундре летом стоит столб-снег. — Столб-снег метра полтора-два высотой. — А на нем человек. — Как накол посаженный. — А накол его. — М? — Мерзко. — Правда? — И без лица. — Неопознанный. — Вот тебе и писец. — Писец обглодал. — Когда был еще снег. — И еще, если лица нету, писцы постарались. — Твари, да? — Ну, тогда совсем уже все. — Ну, на кой черт я купил этот капкан, а? — На кой черт мне такое? — И ромка упал. — Упал и не поднялся. Он даже попытки не сделал. Так и лежал, дышал тяжело и только и пытался контролировать себя. Свой воспаленный мозг. «Чтобы не уснуть навовсе». Дыхание так и било в снег, и снег этот стал сразу оседать вниз. Все, начинается. Он начинал кристаллизоваться и таять, таять, таять прямо на глазах. И ромка хрипнул горлом, согнул руку в локте и уперся ей в снег. И только здесь он почувствовал, что пальцы у него холодные, можно сказать, что замерзшие все. — Странно, да? И он, кряхтя во всю силу, поднялся на колени, вытащил ладонь, посжимал ее посильнее, потом засунул в рукавицу и стал что из силы бить обеими ладошками о колени, со всей силы. «Смотри, рассыплется льдышка на мелкие кусочки. Сильно не бей». Но он так старался их таким образом разогреть. «Что, опять где-то выдывився?» «На ютубе подсмотрев». — Да, именно так. Именно так разогревали руки все старатели на Аляске. О, золота лихорадка. Именно так он читал у Джека Лондона. Руки стали скоро немного действительно отходить. — Ну, насколько я знаю, махать надо, а не быть. Махать. Крути по часовой стрелке. Кров отсюда пойдет туды — и все. И пальцы твои не разлетятся на мелкие кусочки. Но ты бей-бей. Наука бута. И Ромка поднялся на ноги, и, сжимая ладони с силой, что осталось, он пошел дальше. Потом быстро снял обе рукавицы. Как следует, дунул туда дважды. Одел чуть теплее. Кожаные рукавицы держали его дыхание. Но ненадолго. И вновь он стал сжимать и разжимать пальцы. И вновь показалось, что стало светлеть. — А кому кажется, знаешь, тот становится и хрестится, как в церкви. Но он действительно посмотрел на часы. Стеклышко у часов запотело. Циферблат, видно, было очень плохо. И Ромка посмотрел сбоку. — Что-то около восьми утра. — А значит, скоро день. — Скоро рассвет, значит. — Все. — Подъем. Просто к девяти утра он заметил, что видит, едва видит желтизну лыж своих. А снег так и таял на лице. Снег немного ободрел. — Ну, совсем немного. Ромка вынул руку из рукавицы и протер ладонью лицо. Протер так, что снег стаял на ресницах. — Боже! Боже! Ну, не покидай меня! — прошептал он так старательно, как только мог. — Боже! — Как плохо, так сразу Боже, да? — Ага! — Знаем мы ваших. — Просы! — Просы! — Кайся! И здесь в мозг вошла стальная холодная игла, как молдня, и вошла так, что в любой другой раз Ромка просто бы заорал от боли. Но не сейчас. Сейчас он увидел то, что так сильно хотел. То, что так сильно просил, что так желал. — Кайся! Это маленькая, крошечная, незаметная капелька снежной воды, стаявшая на ресницах под его рукой. Она осела на этих ресницах, сощуренных чуть ли не вплотную. — И вот тебе и линза, стеклышко. Маленькая капелька воды сыграла роль линзы, действительно. И Ромка увидел все вокруг на какой-то миг. Он увидел перед собой огромное поле снега. Огромное бескрайнее поле снега. Никакого города, никакой шахты, ничего. Только серая полоса насыпи. Только серая полоса железнодорожной насыпи. То, что он думал, были не кусты. Это была железная дорога шахты. И Ромка взвыл на все окрестности и побежал на лыжах вперед. Перед насыпью он упал. Упал, потому что насыпь была крутая. Подняться на лыжах он не смог. И он сбросил эти лыжи и стал карабкаться наверх, выбрасывая еще неприпорошенные куски щебня из-под себя. — М-м, нагребаешь. — А вот и они. Вот две стальные полосы рельс. — О-о-о, вот они. Твои лыжи. — Ха-ха-ха. — Лыжню. — Ха-ха-ха. — Да? — Получай. — Намолився. — Ижееси. Эти рельсы уходили вдаль в обе стороны. И туды, и сюды тебе. — Налево и направо. Куды хочешь, иди. — А куды ты выберешь? И Ромка упал на эти рельсы, пытаясь обхватить их руками. Лицо его уткнулось в шпалы, пахнущие криозотом даже на этом лютом морозе. Из глаз стали сами по себе капать слезы. А Ромка так и лежал на этих шпалах между рельс и ревел уже в голос. Рыдания рвались наружу, и вся окрестная тундра внимала его радости и жизни. Вот он, твой диван. Занимался уже день. Просыпалась в тундре жизнь, которую Ромка хотел отнимать. — Ну что, отнялась? — Или прибавилась у тебя? И он даже не помнил, как он уснул. Он не помнил, как отключился. Он не мог спать. Он просто терял сознание. В бесконечном сне он слышал только одно единственное. Он слышал, что рельсы начали стучать. Часто, быстро стучать. Рельсы. Именно так стучит на рельсах только небольшая дрезина или мотовоз, которая возит рабочих, железнодорожников. И вот остановился мотовоз в двух метрах от него. — Ты еще скажи спасибо, что не переехала. — Потому и вижу, значит, люди рядом. И чей-то голос крикнул. — Ну что, живой? Хватай его. Под ноги давай. Может, успеем. Это было не видение, нет. Это был я. Мелькнуло у Ромки в смыкавшемся сознании, что это люди. Люди. Маслом пахнет машинным кто-то. И запах какой приятный. Зачем же он купил этот капкан? Зачем? Да чтоб ты сдох ты, этот капкан. Зачем же он купил этот капкан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все остальные рассказы и все вообще аудиокниги находятся в нашей библиотеке. Снизу в описании, вот здесь, под видео, в плейлисте «Все аудиокниги». Там все наши истории, вся целая библиотека в наших рассказах идут, включаются все автоматически, кстати. Дуже даже удобно. Нажимаешь и вспышь под них. Вот такое радио. Не забывайте подписаться, ребята. И не забывайте, конечно, кто хочет помочь нашему каналу стать спонсором, там снизу тоже есть все ссылки в описании. Донаты, шматы и так далее. А на сегодня шо? А на сегодня уже все. Спокиноки. Увидимся. Пока-дого. Ото ето. Спокиноки. Споки. Пока-дого. Субтитры создавал DimaTorzok